Ручка помогает, нас показывают по телеку, по-ненастоящему. Как говорит Беляев, у нас не настоящее телевидение. Меня как зовут? Так, ну вы знаете, как меня зовут. Меня периодически спрашивают по поводу того, как настраивать их на соревнования, на самом деле. И я периодически отвечаю людям про это в личку, из своего опыта. Но мне бы хотелось, чтобы поговорить еще с кем-то об этом. И у меня есть для этого очень хороший персонаж. Расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, что ты. Меня зовут Богдан. Я занимаюсь джиу-джитсу несколько лет. Может, года два максимум. До этого я занимался борьбой греко-римской, ММА чуть-чуть. И рукопашным боем. Ну, короче, всем занимался. Чем можно было заниматься в детстве, в универе. В принципе, всем я перезанимался. Вот, сейчас я тренирую по джиу-джитсу в клубе Prime. Вот, где мы и находимся. Еще я сейчас учусь на психолога. Вот. И у меня 9 лет личной психотерапии. Вот. То есть я с психологом работаю 9 лет, получается. Тренирую больше детей, специализируюсь больше на тренировках детей, детских тренировках. Взрослые группы тоже есть. Ну, в принципе, как-то постоянно спорт, получается, у меня как-то связывался с психологией, получается. То есть, как-то я всегда это не разделял. То есть, ну, тренировки по джиу-джитсу и психология всегда как-то у меня вместе шли. У меня даже было такое, что обычно ко мне приходили на персональные тренировки, а получались какие-то консультации. Сессии, да? Да, 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 да. Больше уже в психологию переходить, и потом вот начал учиться в прошлом году. Поступил на магистратуру, вот, и начал личную практику, короче. Я подумала именно с тобой поговорить, потому что ты еще как раз учишься на психолога. И у нас как-то вот со спортивной психологией, насколько я знаю, во всяких командах, типа футбольных клубах, да, там, где есть деньги, у них именно есть спортивный психолог, и с спортсменами работают. Но если говорить про такие любительские виды спорта, как джиу-джитсу, то здесь, как бы, понятное дело, у команд нету спортивного психолога. И единственное, что атлеты могут сами как-то этим вопросом заботиться, да, и заниматься сами собой. Вот, и тем не менее, вот, проблема этого психологического, да, состояния, психологической подготовки к соревнованиям, она есть, и она практически у всех реально есть. Кто-то горит, кто-то вообще не может оставить себя выйти на соревнования, мало кто спокойненько выходит и может показывать хотя бы такой же результат, как в зале. Потому что я видела много спортсменов, которые в зале, ну, как бы, там, допустим, борется он хорошо, да, все делает, потом он выходит на татами, и что-то идет не так. Он замирает, там, человек перегорел, человек выглядит неподготовленным, несмотря на то, что в зале он звезда. Вот я такое встречала и по джиу-джитсу, такое встречала и по кудо, и это явно какая-то психологическая штука, да. И мне бы было интересно, как бы, поговорить о том, как с этим справиться, как осознать, что эта проблема есть, и, возможно, какие-то пути ее решения, да. Ну, плюс мне пишут, там, тоже вот, в личку спрашивают, что делать, когда вот ты горишь, а что делать там, а вот я не хочу соревноваться, а если я не соревнуюсь, ну, или я хочу соревноваться, у меня скоро первый старт, и как мне к этому подготовиться психологически, да. Если говорить про спортивную подготовку, ну, там, это уже дело тренера, да, как он устраивает процесс, и как ты там тренируешься, как ты подготавливаешь. А вот если говорить про психологическую подготовку, то, ну, обычно этому не уделяют какого-то особого внимания, ну, что максимум, то, что я слышала от тренеров, это они говорят о том, что, ну, ты просто вот выйди и поборись, как будто ты на тренировке. Хорошо, окей, это можно сказать, но как себя, в конце концов, настроить, и чтобы это воплотилось? Ну, это обычно так говорят, получается, вроде бы как совет, но он не доходит внутрь, получается. Он не доходит внутрь. Да, то есть ты вроде бы слушаешь, поборись, как на тренировке, а по факту потом выходишь, и ты не чувствуешь себя, как на тренировке. И ты не чувствуешь себя. И начинаешь возлагать на себя вот эту лишнюю ответственность, зал, это соперник один на один, болельщики, короче. Ну, то есть это все накладывается, и ты уже не на тренировке, можно сказать. Вот, вот почему люди боятся выступать? Вообще, главное, какие причины того, что ты чувствуешь себя не как на тренировке? Ну, я не буду как бы последним, да, ну, мое мнение не будет последним в нашей инстанции, да, можно так сказать. Вот, но я думаю, что самая главная причина – это есть страх. Вот, страх проигрыша, потому что люди, как, например, в детстве, там, что-то плохо сделал, наказали. Вот, и, или там, ну, человек, вот, например, даже маленький ребенок, он, там, принес оценку плохую, все, ты плохой. Он же не понимает в тот момент, что его хотят наругать за оценку, а он сталкивается именно в момент, как будто бы своей неудачи с тем, что родители, как будто бы от него отворачиваются. Ну, то есть, как будто он не нужен становится такой, ну, то есть, вот такое ощущение. И это потом перекладывается в взрослую жизнь, и вот на соревнованиях, например, у вас это один из, когда ты, например, проигрываешь, получается, что, ну, ты можешь стать ненужным, там, кому-то из близких, например. Ну, только, наверное, весь, вот смотри, тут у нас родители, да, вот если человек взрослый, то, скорее всего, это переносится на твоего тренера, на все свои команды. Ну, да, 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 то есть, они подумают, что ты сплоховал, что ты недостоин. Ну, опять же, я думаю, что они об этом не подумают, зачастую, вообще, в принципе, люди об этом и не думают, это ты наделяешь таким окрасом, понимаешь? То есть, ты вроде проиграл, и ты думаешь, что там тренер подумает, что я плохой какой-то там или еще что-то там. Ну, то есть, ты начинаешь, вот, обычную там схватку начинаешь наделять вот этой какой-то ответственностью, что ты должен выиграть, что ты обязательно должен как-то вот так пробороться. И вот этот груз ты нагружаешь, 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 и потом ты выходишь, а там схватка, которую ты не контролируешь. Ну, соперника ты же не можешь контролировать, ты не можешь предугадать, что он будет делать через минуту, например. И в какой-то момент ты не контролируешь эту ситуацию. И чем больше этот груз, тем тяжелее тебе вообще и бороться в схватке. Ну, как-то вот, скажем, рационально использовать даже свои какие-то там технические действия. Поэтому я думаю, что основная причина вообще, ну, вот, почему там бояться на соревнования выходить, это страх просто даже проигрыша. Страх вот этого разочарования, что с тобой разочаруются и так далее и тому подобное. Ну, вот ты знаешь, что ты говоришь правильно, но у меня как раз был такой опыт, когда я вышла в этот угол на соревнованиях. Причем я вышла, это был один из последних моих соревнований, это был чемпионат России. И я когда на них готовилась, я вот прям чувствую, что что-то вот не так в моей подготовке. И я думаю, блин, я выйду для опыта, потому что я сейчас не понимаю, что не так. Но мне надо быть и понять, что конкретно. Как-то я там не так тренируюсь, вот. И мне тренер, он говорил, типа, не ходи пока рано, это был, у меня был прерыв, я вернулась в центре, 3 месяца потренировалась и пошла на соревнованиях. Я в ней, я хочу выйти. Я вышла и проиграла. Ко мне подошел, ну, только лениво не подошел, не сказал, почему ты такой мясо вообще. И я такая стою, и я помню, что я тоже очень нервничала до соревнований, и у меня был такой реально шок. То есть, и тренер мой тоже там такой, ну, типа, да, что-то не очень, знаешь, у меня была реально психологическая травма, и кто-то ко мне подошел и сказал, офигеть, ты фарш, короче. Я понял, да. Вот, и такое было. Ну, вообще, это, в принципе, это же их ожидание, что ты должна быть не каким-то мясом. А ты, ну, ты, например, ты имеешь право выйти, не настроиться там, не справиться с вандражом и проиграть. И все слова, которые тебе говорят обычно после проигрыша, ты мясо, ты почему-то не справился. Ну, зачастую это можно воспринимать, это как к этим людям, которые задают эти вопросы. То есть, они просто видят там себя. Ну, то есть, они не спрашивают, они не говорят, могут даже не про тебя говорить, они просто думают, а если бы я вот так проиграл, это же вообще пипец, блядь. То есть, значит, они спрашивают за себя, ты как мясо, ну, то есть, они как будто про себя говорят, они боятся с этим столкнуться. Да. И поэтому, в принципе, можно даже не переживать, потому что это их ожидание. Ну, можно, слушай, я вот после этого как раз пережила какой-то шок, потому что для меня мой проигрыш не был в неожиданности, на самом деле. Я сделала выводы там после него, то, что я хотела, я получила от этих соревнований. Ну, это сама такая эмоционально окрашенная какая-то реакция, я помню, что у меня был такой сильный шок, а потом, я думаю, да, ты вообще, ну, чё, это я, я вот, я хотела получить, я получила, да, почему вы вообще лезете? Я же не подхожу, у тебя не говори, офигал, у тебя свитер говняный. Ну, вот, типа, это примерно что-то с такого. Вот высказывание своего мнения по поводу там твоих личных дел. Ну, опять же, это говорит, если ты это принимаешь, то есть если человек высказывает это, и ты это принял на себя, значит, всё, ты как будто бы взял свою вот эту броню, сбил и дал возможность сомневаться в себе, вот и всё. А если ты, он тебе это говорит, ты это не принимаешь, ну, всё, ты пошёл дальше, ну, то есть ты просто остаёшься сам собой, свой опыт прошёл. Вот для этого, то, что ты говоришь, надо понять о том, что конкретно вот эти, вот такой рикошет, да, это не про тебя конкретно, когда человек испугался за себя. Да, 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 да. А не за тебя, да, 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 да. А когда ты можешь это не принять, ты так вот даешься? Он просто проецирует, он думает, да, а если бы я так проиграл, это же вообще ой-ой-ой, да, 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 да. Вот, и дальше я тоже сталкивалась с такой путём, что ты выходишь, ну, на сореваниях не бывает такого, что ты там в 100% выйдешь, да, все проигрывают. И я тоже, бывает, проигрывала и проигрывала, там, мне говорили, блин, а как ты могла ей проиграть вообще? Ты должна была её прям вот так вот, а ты не вот так вот, ну, почему? Ну, это ваши тоже ожидания получаются. Да, 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 и понимаешь, тоже было, как уже сказать, я отправляю, там какие-то соревания, вот спортсмены, да, в зале, вот тренируешься, вот ты знаешь, у вас там есть типа альфа-спортсмен, да, и всё-таки, блин, да он выйдет, и вообще он там Гордон Райана порвёт, он же у нас тут всех рвёт, да, они не понимают, что на каких-то сореваниях, там, не знаю, чемпионат России, да, там вот эти все альфа-спортсмены из всех залов съезжаются, там не вот все, а вот лучше, да, и они уже из этого как-то определяются лучше, да, и там все такие, ну, ты зверь, а ты знаешь, что ты ешь к зверям, там все зверь. Да, да, да. Потом, когда ты возвращаешься в свой зал, все такие, ну, как ты мог, потому что тут все вообще выиграл, выиграл, а там нет, вот, и тоже, как бы, представляешь, вот такая реакция, вот такое настроение в зале, и другие люди смотрят на это, и думают, блин, я не хочу так поехать, проиграть, потом я всё скажу. Может, а как уже так, в раздевалке же есть разговоры, ой, да этот выиграл, проиграл, да как он мог ему поиграть, вот это сама культура, я не знаю, чмурить. Ну, это не то, что чмурить, но это, от этого невозможно избежать, это же как социальная, как бы, социализация, обсуждение, ну, в любом случае тебя будет как-то там обсуждать. Слушай, ну, смотри, да, да, окей, ну, можно, знаешь, как, я бы сказала, что может быть разная окраска, да, мы можем говорить, что человек проиграл на соревнованиях, вот, там, кто-то там проиграл, не знаю, там, коричневый пояс проиграл, синему поясу, да, из разряда синий был хорош, коричневый, там, то-то-то не доделал, это такое вот, но обычно это такое очень, типа, из разряда эмоциональная окраска такая, типа, вот он лошара, как он мог вообще проиграть, это вообще, типа, нереально, и, ну, то есть, как бы, идет, как бы, принижение человека. Да, просто, когда идет схватка, там же много факторов сталкиваются, психологический, технический, физический, там, ну, очень много факторов. И получается, тот, кто лучше во всех этих факторах, тот и побеждает, и неважно, какой ты будешь пояс. Да, либо иногда, возможно, даже не ты лучше, а твой соперник сегодня хуже. Да, конечно. Может быть, у него расстройство с желудкой, он еле-еле двигается сегодня. Вообще, то же самое, у вас судья может допустить ошибку, например. Да. Может засчитать балл не туда. Это, кстати, тоже может повлиять на исход схватки. Понимаешь, например, он может засчитать балл не туда, а это может повлиять на твою психику, если ты не готов, например, к этому. Понимаешь, то есть, там непредсказуемые вещи происходят. Ну, на ковреме. Не контролируют, которые ты не можешь. Да, да, иногда, все ты контролировать не можешь. И это тоже, кстати, из-за чего бояться выступать, ну, это, опять же, мое мнение. Бояться отдать контроль, да? Да, потому что ты выходишь на схватку, и ты знаешь, что ты не можешь все контролировать. А наше эго, оно хочет всегда знать, что будет сейчас через секунду, что будет через две, какой прием я буду делать. А там, оп, соперник по-другому что-то начал делать. Тебе нужно перестраиваться, быстро менять свои мысли, да, там, например, ты делал одну технику, она не получается, нужно быстро перестроиться. Вот, и вот этот, если этого навыка нету, это тоже вот один из моментов, почему вот бояться выступать. Потому что ты на соревнованиях, ты не контролируешь все. Ты выходишь, и там всегда как будто для тебя сюрпризы бывают, каждый раз. Да, 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 да. И если ты к этим сюрпризам относишься неспокойно, а вот каждый раз, ну, вот, что-то не так пошло, вот, а я думал, вот так будет, то все, это как бы все сразу валится, твоя борьба. Ну, и не только борьба вообще, в принципе, да, там, любой вид спорта, можно так сказать. А знаешь еще какой бы здесь момент, и я вот на себе его прочувствовала, когда ты думаешь, что ты вот сейчас еще не готов. Но я еще немножко не готов. И вот в моей жизни не было ни одного момента, если честно, когда бы я сказала, вот сейчас я 100% готова к соревнованиям, мне очень нравится, как вот профессиональные бумажники такие все время, я на 100% готов, я все время смотрю и думаю, когда же я так скажу. И вот не было такого у меня. Прикол в том, что они, скорее всего, то же самое чувствуют, они просто это говорят, ну, я так думаю, может, я просто не был на каком-то супер уровне, вот, но я думаю, что ты никогда не будешь готова на 100%, внутри ты себя можешь в этом только убедить, то есть, сказав об этом, что я на 100% готов, и уже от этого настроя твоего психологического ты задаешь как бы вот этот ритм, что я готов, короче, то есть ты сам себе это сказал. Но внутри, я не знаю, ну, как бы ты никогда не готов, потому что есть, ты не можешь выучить все техники, понимаешь, ты не можешь бороться во всех гардах, ну, если мы будем сейчас про джиу-джитсу говорить, ты не можешь бороться во всех позициях одинаково хорошо, понимаешь? Ну, я, да. Ну, я не знаю, я думаю, ни один человек просто не может бороться во всех позициях одинаково хорошо, то есть, например, он, например, будет с закрытого гарда, например, будет лучше бороться, а, например, с опен гарда у него не такая уже борьба, то есть он опасность уже не представляет, и поэтому ты не можешь быть всегда на 100% готов, то есть, если мысль просто такой позиции, то ты будешь всегда где-то, где-то, да, ты где-то, где-то будешь, да и не готов, а тут я приемчик, не знаю, а здесь я еще этот гард не изучил, а здесь вот там у меня ручка заболела, ну, то есть, а здесь я два раза еще не отжался до этого, понимаешь, как? А здесь я ноги не качал, не приседал, а мне там, ну, ты каждый раз будешь отмазку эту искать, и по факту это отмазка просто, ну, то есть, это отмазка, чтобы не выступать. Я не готов, ну, так никто не готов. Я просто даже по белым поясам сажу, вот белые пояса приходят на тренировку, они говорят, а вот можно, ну, вообще, на соревнованиях, там, я говорю, да, нужно просто поехать выступить. И вот от этой мыслишь, когда я говорю, типа, просто нужно поехать выступить, у них просто как бы, типа, мозг взрывается, как? Как просто поехать? Да, как будто бы, например, ты, если ты синий или какой-то пурпурный пояс, то ты всегда знаешь, такой, я вот поеду, я точно вот так вот что-то там сделаю, тут я вот буду вот так бороться, так ты так же едешь, ну, по факту, всегда каждый раз ты едешь на соревнования и думаешь, ну, как они сложатся, ты, в принципе, не можешь знать, ты будешь знать, когда они закончатся. И ты будешь там стоять на педестале. Или нет. Или нет, да. Или сидеть, плакать. Или сидеть, плакать. Что это такое? Это какая-то культурная штука или это чисто человеческо-психологическая штука? Что, что, что именно? Ну, вот этот страх, страх проигрыша, желание контролировать. Ну, желание контролировать это эго. Оно, оно хочет постоянно все держать в контроле, потому что через эго у нас идентичность, мы самовыражаемся через эго. И оно хочет держать контроль, чтобы всегда, например, если ты борьбой занимаешься, чтобы ты был всегда чемпионом. Это нужно всегда удерживать ему. Потому что если ты этого не будешь удерживать, она будет, ну, она потеряется, как бы, ты будешь просто каким-то человеком непонятным. А тебе же нужно будет? Эго нужно или нет? Вообще нужно. Нужно. Да, но вот здесь очень тонкий момент. Да. Да. Насколько? Вот. Какое оно должно быть, чтобы оно работало на тебя? Да, да, эго. Насколько большим оно должно быть? Если слишком большое, то тоже плохо. Совсем нету... Ты должен просто его чувствовать для начала. Где ты, ну, где ты, как бы, даже не так сказать. То есть для начала ты должен хотя бы понять, где не ты решаешь, а твое эго решает для тебя. Понимаешь? Вот. Это очень, это очень тонкий момент. И это, по факту, это внутренняя борьба постоянная. Понимаешь? И если эго победило, то, скорее всего, ты на соревнованиях не победишь. Если эго тобой управляет. Понимаешь? Потому что ему очень важно выиграть соревнования. То есть вот эту значимость, вот этот вот груз, оно, оно начинает тебе говорить, блядь, ты должен выиграть. Обязательно. Ты, ты обязан просто выиграть. А для, просто, а для тебя, может, просто хочется побороться. Понимаешь, в чем смысл? И оно говорит, ты должен выиграть. Ты должен выиграть. Обязательно. Ты должен выиграть. И вот этот груз, оно на тебя начинает навязывать этот груз. А для себя ты хочешь просто, например, отработать, ну, в условиях реального, ну, реальной схватки, хочешь, например, побороться в закрытом гарде. Для себя, для своего интереса. А твое эго, говорит, ты должна выиграть. Потому что ты для других людей, ты там будешь вот выделяться, ты будешь медаль носить, фотку ты сделаешь, короче, понимаешь? Да. Это очень важный момент. И поэтому происходит постоянно борьба. И вот кто в этой борьбе выигрывает, тот и, скорее всего, выиграет схватки. То есть, если у тебя победило эго, то, скорее всего, ты схватку нормально не отборишься. Потому что ты выйдешь, блядь, просто с тонной на плечах вот этого груза. Выиграть нужно, еще нужно прием красиво сделать, оно будет накидывать тебе постоянно, понимаешь? Вот. И с вот этим грузом ты будешь бороться, понимаешь? То есть, ты как будто бы вот тонну подними и вот возьмись и поборись с ней. Слушай, ну вот тут как раз момент о том, зачем выходить на основание, да? Потому что, в принципе, у белых поясов, которые приходят, да даже не у белых поясов, даже я вот слышу, там, у девчонок, которые давно борются, они... Цель, цель соревнования это выиграть. Нифига не отработать какую-то тему, не показать поступку, а именно выиграть. И вот мне кажется, от этой нагрузки еще... Ну, как бы, если у тебя нету даже, в принципе... Согласен, согласен. Вот если у тебя, смотри, если ты цель выиграть, а почему потом начинаются проблемы? Потому что выигрыш не всегда зависит от тебя, понимаешь? Потому что может зависеть от судьи. Ну, я сейчас образно так очень говорю. Может зависеть от подготовки соперника, понимаешь? Может зависеть просто, я не знаю, от каких-то обстоятельств, ты споткнулся и, ну, там, я не знаю, получил травму. И вышел с травмой, например. Ну, то есть, это очень много факторов. И если у тебя стоит задача выиграть, лишь только выиграть, этот груз ответственности вырастает. И поэтому тебе тяжелее будет... Как правильно ставить задачу? Ну, я не знаю, как правильно, я буду говорить просто то, что я... Как бы ты поставил задачу перед собой, когда ты захочешь никаких... Нет, даже не перед собой. Давай я буду говорить с позиции больше тренера. Вот. Вот, например, я могу такой пример привести. Вот у меня занимаются, например, малыши, да, там. Я смотрю, там, вот, один выходит на соревнование, ему даже ничего особо и подсказывать не нужно. Ну, то есть, видно, что у него есть какая-то вот, скажем, уже сложенная система, по которой он борется. Вот. И которая работает. Из-за этого он, кстати, плюс-минус себя уверенно чувствует. А есть вот, у которых ее нету еще. То есть, они вот просто какой-то каламбур в голове. Но родители, например, им сказали, ну, давай, ты выиграешь. Да. И для него это звучит так, что нужно, получается, выиграть обязательно. Все. И вот обычно, если вот так происходит, то они вот так вот просто стоят. То есть, их невозможно даже успокоить. Для них даже тяжело. Вот так прикасаешься просто и уже тебе уже плохо. Не то, что я даже не представляю, как он сам себя чувствует. И в этот момент я всегда начинаю занижать градус вот этого выигрыша. То есть, я говорю, что если это вот маленький, но это действительно не взрослый человек, потому что со взрослым еще сложнее будет работать. Ему просто так не скажут, что для нас это не важно. Вот. Для маленького просто, например, я говорю, что для нас выигрыш вообще для нас не важен. Нам важно просто побороться. Просто вот как ты умеешь поборить, и все, выиграешь, проиграешь, одинаково хорошо для нас. Вообще, вот просто равно. Выигрыш, проигрыш, равно. То есть, нету, я убираю вот это выигрыш, проигрыш, просто все равно. Просто нам нужно просто поборить, и все. И вот если они с этим настроем выходят, у них нет вот этой гиперответственности за этот выигрыш. Они не зажимаются и начинают бороться, как на тренировке. И из того маленького опыта, который я уже получил, я могу сказать, что эта тема работает прям вот напрямую. То есть, вот можно отследить, если ты умеешь, как бы, ну, чувствуешь малыша, можно так сказать. Это вот возможно прямо отследить на одних соревнованиях даже. То есть, даже не нужно работать как-то там, какие-то, настраиваться в долгую, какие-то психологические моменты разбирать. Это даже не нужно. То есть, вот ты можешь вот прям на одних соревнованиях даже это заметить. Здесь там больше двух сваток у него. Вот. То есть, зачастую я делаю так, что я понижаю просто вот градус вот этого выигрыша. Ну, и по факту оно так и должно быть. Потому что все приходят сюда, ну, что такое выигрыш? Ну, типа, по факту, что такое выигрыш? Все приходят на джиу-джитсу для того, чтобы научиться бороться. Вот. А выигрыш это уже такое, знаешь, второстепенное на самом деле. То есть, всем интересно вот как-то там выйти за души. Никто не думает, что я сейчас выйду за души и мне дадут медаль. Понимаешь? Все просто изучают приемы, думают, да вот так. Я вот так, например, там делаю там или еще как-то. Вот. И когда мы на тренировках боремся, мы свободны от этого, понимаешь? Мы свободны от того, что нас вот сейчас должны наградить. Мы просто боремся себе там. Получилось, не получилось, мы не расстраиваемся, не начинаем загоняться, что потеряли позицию. Вот ты тут не прав. Как раз люди на тренировках расстраиваются, психуют. Это начинается еще в зале. Я понял. А потом, да, они переносят это на соревнования. То есть я встречаюсь с тем, что люди на тренировках, проигрывая сабмишн какой-нибудь, что-нибудь, либо, знаешь, там расстраиваются, у человека прям лицо оползает. А бывает, что ты в раздевалке слушаешь, кто-то говорит, блин, я сегодня всем проиграл. И у человека прям... Ну вот этого человека, я понял, если у человека реагирует так на тренировки, то, скорее всего, у него будет очень плохой показатель на соревнованиях. Понимаешь? Ну, то есть если он на тренировке так относится к этому, к проигрышу, к какой-то потере позиции, значит, у него и на соревнованиях эта ответственность еще будет выше, и он вообще не сможет бороться. Вообще не сможет бороться. Представляешь, а ты так расстраиваешься на тренировке, а тут ты выходишь, и там люди, все на тебя смотрят, другие измененные условия, да? Ты не выспался, и тут хоп. Ну, получается, что для того, чтобы относиться к тренированиям как к тренировке, ну, сначала к тренировке относиться как к тренировке, да? Да, вот на тренировке, например, бывает часто, да, что ты там, например, как научиться, например, делать какие-то техники. Ты их должен пробовать. А когда ты пробуешь новую технику, во-первых, у тебя не получается, и ты проигрываешь. Да. Если ты, ну, твое эго не дает тебе возможности проиграть на тренировке, то ты не учишься делать новую технику. Да, да. Соответственно, ты не развиваешься в борьбе. Да. Вот, и поэтому на тренировках это первое, где нужно учиться проигрывать. Вот у нас, я даже вот больше скажу, у нас здесь, например, девочка здесь тренируется, она очень круто борется, вот, но когда она сталкивается, ну, то есть уровень ее борьбы, я думаю, такой чемпионат мира, вот, уже, ну, то есть я думаю, что в тройке она 100% будет. Но, когда она сталкивается с силой на тренировке, которая дает ей возможность понять, что она, возможно, может проиграть, она начинает просто сразу плакать. Понимаешь? Уже привык, потому что она на культуре не строится. Да, и все, и эти слезы потом ей мешают делать техники, она начинает зажиматься. То есть она не, знаешь, как, у нее нет полета. То есть выйду все там на рычаг, с рычага там на треугольник, или заберу спину, у нее сразу оп, все, уйду там делать только треугольник, просто пока ноги не отсохнут. Да, на ком-то это пройдет. Она, например, на более опытной девушке, она уже это не сделает. И получается, что она в эти моменты не развивается. Она просто оп, зажимается, потому что обязательно нужно ей как-то победить. И все, и дальше нет развития. И поэтому, например, к ней я применял так, что я специально говорил, ты типа отдаешь там позицию, и только тогда начинаешь бороться. То есть ты вот борешься, типа тебя бросают, например, или забирают позицию, только ты начинаешь бороться. И так как она не взрослая, она не может мне как-то сказать, я просто видел ее лицо, когда она это делает. То есть она вот так смотрела по сторонам, или видит, что она отдала позицию или нет. То есть для нее это так важно. Понимаешь? Да. Это важно просто на тренировке, а на соревнованиях это же сразу... Сразу на 10 можно умножить, если не на 100. Получается, что... Я не помню, кто это говорил, что если вы не проявите на тренировках, то вы зря потренировались. Да. Если вам не сделали пару сабов на тренировках, то вы зря потренировались. Получается, что это так. Да, но... Ну как, смотря для чего ты борешься. Понимаешь, что здесь ты выходишь бороться с черным поясом, например, то было бы неплохо, чтобы вообще он тебе ни одного саба не сделал. И даже если ты ему... Ну, если ты синий, например, да? Вот синий пояс вышел бороться с черным поясом. Если синий пояс отборолся так, что с черным поясом... Ну, если сабметил, то это хорошо. То он выиграл просто. Понимаешь? Ну, по сути, да. Да, да, да. Вот, для себя он выиграл. Да, да. Но есть момент, если ты борешься... Если это просто тренировка, вот, например, если ты хочешь испытать реально там свою защиту против черного пояса, да, например. Но если у тебя тренировка, когда ты хочешь развиваться, научиться там, переходить с позиций, там, переходить от одного приема к другому, или, например, обманывать, начинать один прием, а делать другой прием, то ты должен это пробовать на тренировке. И зачастую, когда ты пробуешь, ты всегда проигрываешь. Ну, я даже могу по себе сказать, я не великий джутсер, но когда вот я отрабатывал хавгард, Магомед Матьюк показывал нам хавгард, мне вроде как понравилось это движение в отработке, а потом я начал это делать на схватках. И не переживай. В каждой схватке меня душили просто, в каждой схватке. Я тоже сам. Вот, в каждой просто схватке меня душили. И доходило до такого, что я просто ложился, брал специально хавгард, и думаю, ну, может, наконец-то уже получится. И у меня не получалось, и душили, душили, душили. И вот, кстати, даже вот на этих соревнованиях у меня получилось хавгард забрать спину. Вот. И я подумал, о, ну, то есть хотя бы что-то я научился делать. Да, 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 да. Вот. Для кого-то может это незначимо. У меня, кстати, точно такая же история с хавгардом, причем, когда я пыталась на соревнованиях играть, меня просто два раза расплющили, и я лежу, думаю, да, когда же уже? Думаю, вот сейчас я попробую, да, я же умею, да. И не знаю, только в последнее время вот я как-то приноровилась играть. То есть у меня есть вопрос. То есть получается, что для того, чтобы научиться бороться, ты должен свое эго постоянно контролировать, ну, не принижать, Держать на каком-то уровне, да? Да, держать. Не так, чтобы совсем прям развалиться. Да, 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 да. Потому что если оно говорит, что ты должен в каждой схватке победить, даже на тренировке, это тоже не очень хорошо. Это значит, ты ведешь на поводу своего эго, и постоянно его подпитываешь. И соревнования тебе даются для того, чтобы как будто бы ты его постоянно подпитал. И это такая зависимость уже получается. Да, вот, как раз можно срежести. Да, есть такая тема о том, что спортсмены, которые много выигрывают на соревнованиях, если у них не получается выиграть, да, они могут, они очень сильно это переживают, до такой степени, что могут уйти. Я просто знаю пара таких случаев. И вот мне кажется, ты как раз рассказал вот про это. Это, наверное, как раз вот про это. Да, да. Человек получил, он привыкает получать подтверждение, да, к своему статусу, тому, что он лучший. Он получает, 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 вот этот привычный такой канал. И тут раз... А тут реальность. Опа. А тут реальность. А ты, оказывается, вообще, в принципе, ты так себе борешься. Ага. Да, да, да. И тут эго начинает включаться и говорит, ты лучший, ты лучший, ты лучший. А реальность говорит, ну, такой себе, ну, типа, ну, такой на уровне синего пояса, если что-то можешь, а дальше уже, ну, типа, нет, знаешь, типа, и начинается конфликт. И вот там, вот в этом конфликте, если побеждают эго, то, может, ты и не будешь продолжать дальше. Да. Да, получается так, что у нас, в принципе, вот есть проблема тех, кто, да, постоянно проигрывает. То есть, смотри, если ты постоянно проигрываешь на тренировке, да, ты выходишь на соревнование и ты не ожидаешь от себя, что ты там на 100% выиграешь. Потому что ты знаешь, что каждую тренировку у тебя... Да. И если ты выиграешь, ты радуешься, ты думаешь, круто, у меня получилось. Сейчас я перебью. У меня, короче, есть знакомый, Максим Швец, это, короче, он боец ММА. И я помню... Я не помню, вот это ли он мне рассказывал или кто-то из его друзей, что на тренировках, когда он боролся, его как будто бы все выигрывали. А когда он дрался в клетке, он там чемпион про Эфси организации, ну, серьезный реально боец, а когда он дрался в клетке, его никто не мог перевести, ну, какие-то там серьезные вольники не могли даже просто сбить ног. Вот. И вот тоже такой, ну, типа, вроде парадокс. на тренировке его все выигрывали, а как в клетке обе его не могут перевести. Ну, потому что он на тренировке просто пробовал что-то новое, скорее всего. Вот. А люди хотели выиграть на тренировке. А у него задача стояла попробовать что-то. И вот происходит вот такой момент, что люди на тренировке потренируются с ним, думают, ну, так всегда. А на соревнования выходят, а там уже не так всегда получается. Да, 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 да. Вот. То есть, знаешь, тогда такой вопрос. Как же удовлетворить свое эго, если ты на тренировке даешь проигрывать и нужно ли? На тренировке ты готов что-то пробовать и все время проиграешь, выходишь на соревнования, вот я тоже на соревнованиях, на соревнованиях, в целом, там, все задачи что-то попробовать, и вот в половине случаев оно не получается. Ты проигрываешь. Не получается, и это нужно просто принимать сразу и опять идти и пробовать. Потому что это же как жизнь, понимаешь? То есть, это как ребенок, вот сейчас у меня есть маленький ребенок. Вот он учится переворачиваться пока что. То есть, он даже не ползает, он просто учится переворачиваться со спины на живот. И вот первые разы он переворачивался просто вот еле-еле, его нужно было всегда вот так рукой как будто бы ему помогать. Потом какой-то момент ты просто, он постоянно переворачивался вот так ты помогал а когда ты ему перестал помогать он начинал раздражаться на типа что он хочет перевернуться и типа начинал раздражаться потом через какой-то момент он об сам начал переворачиваться но это путь он же не думает так я не смог сегодня вернуться значит я плохой но он раздражается ему это не нравится понимаешь то есть это уже даже у маленького ребенка есть понимаешь вот такого просто четыре месяца он переворачивается не может вернуться его раздражает то что он не может здрасьте брат эти вот и получается что вот такая вот история она уже с детства то есть это не так что то есть получается смотри что у нас для того чтобы успешно соревноваться для того чтобы не бояться выходить на сынования для того чтобы не потерять к этому вкус немножечко повзрослеть да 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 и немножечко понять что у тебя есть реальность жаль есть реальность и нужно как-то от этой реальности отталкиваться просто работ да но и банок уже иногда помогает да то есть это нельзя говорить что ты не можешь не сможет пусть великость Если ты отключишь эго, то, скорее всего, ты просто пропадешь. Вот смотри, еще есть такая история, мне говорили, как ты спрашивал у людей, и тренера мне тоже говорили, почему ты перестал выступать, и человек говорит, мне стало все равно, мне стало пофигу, выигрываю я или проигрываю, и мне уже неинтересно. Это возможно, такое возможно. Какое-то что? Понимаешь, прикол в том, что большинство людей, они даже не знают, зачем они занимаются. Кто-то как раз-таки приходит на тренировки, чтобы кешать эго. Понимаешь, что ему нужно выигрывать, обязательно на соревнованиях, ему тоже нужно обязательно выигрывать, чтобы вот это свое эго качать. А кто-то приходит на джиу-джитсу как раз-таки для того, чтобы научиться вот этому, научиться видеть свое эго, понимаешь? Так это у нас психотерапевтический эффект джиу-джитсу. Да, ну по факту да. Я это замечаю. И когда ты это уже понимаешь, и если ты за этим пришел, то получается, что тебе может и перехотеть реально выступать или даже заниматься. Да. Понимаешь? Да. Например, тренировать других ты им, может, захочешь, передавать этот опыт. А как профессионал, например, спортсмен, ты уже, может, и не захочешь заниматься. Получается, что залетел, припарковался. Вот. Поэтому такое может быть, я думаю, что это нормальная вообще история. Получается так, что все-таки, если ты хочешь быть гордым районом, да, мы злой из разряда, у тебя должно быть таки эго. Конечно. Оно должно быть большим, но контролируемым при этом. То есть это вообще нагрузка-то, ни фига. Это жесткая нагрузка. Когда у тебя... Это самая серьезная борьба. То есть, я думаю, что все чемпионы, которые реально, они реально эти все схватки выигрывают внутри себя. Понимаешь? Вот этой внутренней борьбе со своим эго. Да. Какой-то баланс. Да, да, да. И постоянно искать вот этот баланс. Постоянно быть, во-первых, в боевой готовности. Это очень тяжело. Это, блин, на это все, вся жизнь. Ну, нужно положить все усилия. Это очень серьезная эмоциональная нагрузка. Я согласна с этим. И поэтому тяжело совмещать, например, там, вот. Если ты этим не зарабатываешь деньги, тяжело это все совмещать. Ну, то есть, например, если ты, там, я, там, работаю на какой-то одной работе, там, еще ты соревнуешься. Давай честно. Тяжело это совмещать и тренерская идея. Ну, да. Ты тренируешь, я тренирую, да? А ты, типа, должен оттренировать людей, сам потренироваться. Да, это тяжело. А если соревнования, то они у тебя выходят соревноваться, ты их отсекундировал. Это получается, да, вот, даже, ну, вот, на прошлых соревнованиях так было. То есть, я 30 схваток отсекундировал, ты после этого уже, ну, так. Ну, да. Особенно, когда малыши, ты прям орешь. Ну, то есть, вот эта эмоциональная отдача, эмоциональная отдача, это как бы, вот, есть, например, бокал твоей психической устойчивости. Вот, когда ты эмоционально отдаешь, этот бокал выливается. А потом, когда ты выходишь на свадку, у тебя, помимо физически, ты можешь быть физически крепким, техническим, но у тебя и должна быть, вот, то, что ты откричал детям, оно тоже у тебя должно быть для того, чтобы бороться, чтобы быстро принимать решения, понимаешь? Да, да. А когда ты откричал, а тебе нужно выходить бороться, ну, вот такой вот момент. Ты немножко, может быть, психологически, эмоционально опустошен. Да, да, ты уже опустошен, из-за этого меняются сразу твои скорость реакции, скорость принятия решений и так далее и тому подобное. Любые соревнования вызывают мандраж. Ну, в принципе, любые соревнования. И у людей, которые не умеют работать, ну, то есть не умеют справляться с пристартовым мандражом, тоже есть вот страх вот соревноваться. Потому что это каждый раз, любые соревнования, это мандраж. И те, кто особенно любят вот такие, типа, да нет, да не мандражирую. Ну, типа, да я не мандражирую. Ну, у этих вообще проблем очень много получается. Да ладно. Ну, конечно. Они врут? Ну, конечно. Это неправда. Конечно, потому что они мандражируют только психически нездоровый человек. Вот. Я как-то, извините, перебью, я как-то написала пост о том, что я люто боюсь секси. Да, ну, так все так. И мне в личку написали, знаешь, как ты можешь не взять в таком признаваться, а твои соперники будут думать, что ты сыхло. И что ты, типа, я говорю, ребят, ну, типа, все боятся. Вообще, ну, если ты не боишься, то либо тебе кофиг, а зачем ты ухожешь на соревнованиях. Так и есть. Да, он может быть там легкий мандраж, да, ты просто такой чуть-чуть взбудораженный. А может так, что у тебя ручки вспотели, они холодные, ты весь бледный, да? Да. И вот, кстати, от работы с мандражом, это, во-первых, ну, это же негативная, как бы, такая эмоция, страха, ну, как бы, то есть не сильно приятная. Вот, и чтобы с ней справляться, ты должен постоянно через нее проходить. Чтобы научиться ее проживать, ты должен постоянно проходить. То есть научиться проживать мандраж можно только выступая, постоянно мандражируя. Да, да. То есть вот такой замкнутый круг. Невозможно съесть таблеточку. Не, возможно. Возможно, наверное, конечно же. Валерьяночки. Ну, не валерьяночки, что-то посерьезнее, я думаю. Ну, то есть, ну, возможно, да, притупить. Это возможно притупить. Ну, сколько? Один раз, два, три тупить. Ну, потом ты еще попадешь в зависимость от этого, и после этого ты не сможешь без вспомогательного вещества там что-то делать, понимаешь? Потому что все люди хотят что? Они хотят таблетку, чтобы вот бороться, как на тренировке, понимаешь? Чтобы не было мандража, вот это не переживал, вечером про соревнования не думал, про соперника не вспоминал, там, короче, и так далее. Вот и все. Поэтому все хотят таблетки. Я тоже пришла к выводу, что, чтобы успокоиться от чувства не с вами, нужно просто периодично выступать. Да, постоянно, и чем чаще, тем лучше. Да, даже, знаешь, замечаю, два дня соревнований, если я идут, первый день ты такой, а второй день ты уже спок. Да, и даже вот есть Карелин, да, все знают Карелина, который олимпийский чемпион по агрикарелинской борьбе, он говорит, что нету неважных соревнований. И даже, типа, чемпионат клуба, это, типа, тоже, ну, типа, из-за того, что это мини-соревнования, все равно они приносят какое-то там волнение, мандраж, и это постоянно прокачка себя. То есть ты постоянно сталкиваешься с мандражом, с этой эмоцией, и учишься в реальной жизни его проживать и как-то с ним справляться. Какой-то супертехники нету, ну, то есть есть, там, например, эти, как-то там, задействование мелкой моторики, ну, я знаю, что там тренера некоторые, там, по-моему, например, говорили, что там, например, ну, мелкая моторика, это когда ты вот пальцами что-то делаешь, вот, там, кто-то фильмы смотрит. Ну, людей очень много, у каждого свои психологические особенности, да, у каждого свои психологические особенности, и поэтому какого-то эликсира от мандража и от страха нету, ну, то есть просто нету, не существует. Ну, что я слышала, и то, что мне говорили, когда, и в принципе, наверное, да, что вот очень хорошо, типа, как прогнать адреналин, вот, если ты сильно мандражируешь, взять кого-то, и прям пробороться, так, чтобы вспотеть, я буду встать. Да, да, это такой, ну, скажем, когда ты, ну, типа, не кардио даже, а, как сказать, когда ты сделал, типа, пуш-пуш, там, проборолся, гормоны стресса немножко снижаются. Есть такое. Да, вот, поэтому, вот даже, когда там, ну, тренера, у которых я тренировался, там, по вольной борьбе, например, они всегда говорили, что ты на схватку должен выходить вспотевший прям, вот, чтобы у тебя, как бы, гормоны стресса не зашкаливали, чтобы они тебе не мешали принимать быстрые решения и так далее и тому подобное. Это, кстати, очень важный момент. Вот. Вот. Но на джиу-джицу это не модно, да, то есть выходить. А вот нет, я как раз тренировалась одно время у Амира и у Дашбайова. Привет. Вреку он здесь. Вряд ли, но. И он мне сказал, что, я вот его спрашивала, поэтому мне то, и он говорит, что вот я проборолась прям до пота, адреналин согнать. И, ну, он успешный компетитор реально был. Сейчас не выступает, но как-нибудь. Вот. И я думаю, что есть такое, должно быть. И у меня тоже, я помню, что первое срывание, я помню, что я очень нервничала. Мне сказали, иди прям вообще вот прям приблизи. Я прям устала. Думаю, блин, я что-то устала. И они у меня очень успешно, кстати, дошли. Да, у тебя чуть-чуть снижается этот уровень тревожности. Да, да, да. Может, еще есть какая-то, что еще можно вообще сделать? Ну, есть какая-то дыхательная практика. Но опять же, это же все индивидуально. То есть, этот человек должен столкнуться с мандражом. Задать себе вопрос, что мне делать? Да. Такое, попробовать мелкую моторику не помогло. Это на одних соревнованиях не помогло. Пойти на следующие соревнования, столкнуться с мандражом, да. Попробовал такое, не помогло. На следующий фильм посмотрел не помогло, музыку послушал не помогло. Он говорит, да хрен с ними. Да, да, да. Это уже как пойдет. И вот нам и приходили к тому, что ему падает уровень эго. Да, да, да. Он уже привык, потому что... Короче, пробуем, смотрите, у нас есть рецепт. Мы берем там отдыхательные практики, прием валерьянку, смотрим фильмы, слушаем музыку. Что там еще, пробариваемся, в общем, на шестые старты и вы будете уж спок 100%. Да, да, да. Причем можно пробовать любое. Да. То, что угодно, да, только не петь. Да, и траву не курите. И траву не надо. Во-первых, еще в это нужно верить. Ну, то есть человек должен прямо в это верить, что вот он делает, например, гимнастику там какую-то, она ему помогает справиться с ландражом. Это все зависит от вот этого субъективного ощущения, ну, субъективной вот этой веры в это, понимаешь? Потому что тебе могут сказать, вот это точно работает, да ты такая, да ну, тебе оно просто даже не хочется этого делать, и все, оно уже не работает. Хотя, может, оно и работает. В общем, возможно, нужно просто найти какой-то ритуал, который тебе нравится, в который ты веришь. Кстати, еще момент, вот, когда ты, ну, это касается вот религиозных, да, людей, которые там говорят, на все воля Бога, например, или там на все воля Всевышнего. Они таким образом понижают тоже. Кстати, да. Понимаешь? Все, на все, на все воля Бога. Они понижают сразу уровень, и это классно. И да, то есть все, они знают, что, чтобы не произошло, это не от меня зависело, это Бог так сделал. Ну, это предраспределил вот так, что, например, я проиграю. И все, у них не завышен этот градус, это дает им возможность более спокойно относиться к схватке, вообще к соревнованиям, например. Вот, так что этот момент тоже нельзя терять. Короче, не берите на себя сильно много. Ну, да. Не все зависит от нас. Да. Есть куча обстоятельств, которые, от которых будет зависеть схватка. Есть состояние вашего соперника, да, который либо себя очень хорошо чувствует, может быть, потому что он на подъеме эмоциональном. А, и сегодня он прямо супер и заряженный, либо, возможно, у него болит живот, и он сегодня не супер и не заряженный, и вообще не думает о схватке. Ну, и, помимо того, да, разные стрессовые факторы, там, не знаю, соревнования проходят не в то время, в которое ты привык бороться, да, обычно, там, с утра ты борешься обычно вечером. Я не знаю, ты полетел в какой-то другой часовой пояс, ты не спал, там, двое суток, ты спал плохо, потому что подушка неудобная, не знаю, рядом не было кота, тебе дискомфортно, ну, я не знаю, что там еще. Да, или там, я не знаю, кто-то привык, там, например, чтобы какие-то там близкие друзья были на соревнованиях, кто-то наоборот. Все очень индивидуально, короче. Многие не любят, когда кто-то будет за них болеть. Ну, в общем, да, да, да. Всем ли нужны соревнования? Я думаю, что не всем. Не всем. Я думаю, что не всем. Есть кто-то же может ходить просто, знаешь, как на фитнес, на физкультуру, и поэтому, ну, этих людей сразу видно. То есть они и так, и в схватках себя будут вести. Ну, то есть... Не агрессивно. Ну, да, то есть вот так вот просто что-то там делать. Да, 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 да. Не требует от себя слишком много, скажем так. Не проявляет свой эго. Да, 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 да. И получается, что я думаю, что соревнования нужны только тем людям, которые хотят познать себя. То есть узнать, где его границы, там, агрессии, чего он реально боится, ответить себе на вот эти вопросы. То есть обычно соревнования нужны вот таким людям, то есть которые хотят... Ну, кто-то хочет проявить себя, там, сказать о себе миру, заявить о себе. Это тоже момент такой. Доказать кому-то. Да, доказать, доказать кому-то, кстати. Кому-то доказать, да. Вот. Такое тоже есть. Для кого-то. Вопреки кому-то. Вопреки кому-то, да. А они сказали, что я не смогу, а я смогу. Да, да, да. И все-таки это было бы неплохо, если бы ты попробовал бы, что такое реальная схватка. Да. Там, где есть зрители или болельщики. И вот это вот, когда выходишь ты, соперник, судья. То есть, это же такая, ну, это игра, по факту. Игра. Вот у нас там парень проиграл, и, короче, начинает плакать, и я говорю, ну, ты же в игры проигрываешь, вот в компьютерные игры ты играешь, ты же проигрываешь, там, я не знаю, ты играешь там в доту, ты проиграл, и ты плачешь сразу. Ну, нет. Люди так делают. Нет, ну, да, я согласен. Видишь, все начинается с доджио-джитсу. Да, я понимаю, да, но это если он ставит что-то на кон, там, он будет плакать, да, в доте. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, ну, то есть, в принципе, это, скажем так, это обычная игра, то есть, это часть жизни. Вот в чем смысл. То есть, это не вся жизнь. Да, я думаю. Зачастую. Это маленькая часть жизни. Смотри, чисто это вот, это я, да? Да. У меня в детстве проигрывала, у нас была традиция, мы играли, мы там жили с бабушкой-дедушкой, мы играли в шашки, в карты, в шахматы, это все детство. Ну, наверное, класса до второго я рыдала каждый раз, когда я проигрывала. Прямо, вот. И все очень боялись, что сейчас Даша проиграет, это будет просто истерика. Потом у меня это так, как бы сошло на нет, ну, то есть, до такой степени я не переживала. Ну, представляешь, это вот я была маленькая, мне было 6-7 лет, там, я не знаю, 8, там. Это специально нужно было тебе проиграть, чтобы ты все нормально была. Успокоилась. Знаешь, я вот с этим я прихожу в джиу-джи-со, и здесь, как бы, если у человека есть, ну, есть, я не знаю, что это, какая-то расположенность, да, подвеска, ты хочешь выигрывать, что ты хочешь, вот, быть первым, там. Да, ну, это, вообще, это же, кстати, глубокая очень тема. Да. Ну, то есть, это невозможно, вот сейчас тут мы поговорили, конечно, так очень все поверхностно, но по факту можно пойти в это, типа, ты хочешь быть, зачем тебе быть первой, понимаешь, вот, и если, в принципе, докопаться, то может потом, в какой-то момент это все развеется, и тебе не нужно будет быть первой, и тогда проигрыш, просто вот так программной проиграла, и все, и дальше пошла, и дальше, если интересно, продолжим. Получается так, что это уже, вообще, психотерапевтический вопрос, если ты не можешь, если ты не можешь справиться самостоятельно, с своим одражом, своим эго, или бы ты выступаешь, ты все время переживаешь, получается, что это возможно, как раз направление психотерапии, по этому поводу, да? Ну, вообще, да, я думаю, что да, ну, это просто подсвечивает тебя, то есть, соревнования, они будут сразу подсвечивать, вот эти проблемы, вот, в принципе, это даже, ну, вот часто даже, я сейчас про себя расскажу, когда я, например, психотерапией занимался, мне часто было очень легко через борьбу подсветить свою проблему, то есть, я, например, хочу что-то рассказать, а психика, она всегда защищается, она будет как-то вот, делать так, чтобы психолог все-таки не понял, в чем твоя проблема, то есть, понимаешь, чтобы не залазить туда, в травму какую-то, и через вот борьбу, например, когда я рассказывал, например, про борьбу, или про какой-то спорт, я мог рассказать психологу о своей проблеме через спорт, но по факту проблема была не в спорте, а намного глубже, понимаешь, намного значимее, но через спорт мне было просто легко, я мог там как-то пример привести, что вот я там вышел, там делал то, подумал об этом, короче, и вот так я постоянно думаю, короче, и вот по факту спорт, из-за того, что это как маленькая, вот я сейчас объясню, это симуляция большой жизни, да, это получается, что там ты, ты не можешь там спиздеть просто, ты в жизни просто, знаешь, как, вот я был на терапевтической группе, ты сидишь, там 12 человек, например, это тоже как симуляция маленькой, вот большой жизни, 12 человек, вы сидите целых два дня, практически там с утра до вечера, и что-то там обсуждаете, и там прикол так, ну, сделано, что вы можете что-то обсуждать, и потом у тебя какому-то человеку что-то вот прям, ты хочешь сказать ему, ну, а ты привык в обычной жизни, ну, хочу там, знаешь, сказать, да, типа, нахер мне его там трогать, и что-то там в телефон залез, сразу же упустил этот момент, а там, из-за того, что это все замкнуто, там ты просто вот, у тебя приходит мысль, что тебе нужно сказать, и она просто начинает долбить, вот так до конца, ты не можешь от нее избавиться, да, и там ты это проговариваешь, и получается, что ты как будто бы свою жизнь, то есть все так же, как и в жизни, ты проговариваешь такому же человеку, но это все очень сжато, и так же и борьба, то есть или соревнования, это как твоя жизнь, вот, это все образы, там, первое место, там, какой-то, твой соперник, это все просто образы, короче, и ты через это просто можешь сразу подсветить себе свою проблему либо наоборот не проблему а наоборот в чем ты сильный короче да вот и получается что это ну в чем хорошие соревнования не только тем что там ты можешь выиграть или потешиться тем что ты можешь проанализировать свое состояние да и ответить себе правду кто ты такой что ты стоишь где ты боишься где ты не боишься ну то есть реально ответить себе правду чего ты хочешь а чего-то и реально не хочешь там сразу все будет понятно то есть ты не сможешь себя долго обманывать вот даже если ты сможешь обманывать окружающих для себя ты точно все будешь знать поэтому соревнования полезная штука я считаю но но не всем нужно потому что и развиваться вот там с психологической точки зрения и или но с психологией тоже не не всем это нужно короче просто кому-то это не нужно то есть кто-то себя нормально чувствует и все ему не нужно копаться в этом понимаешь то есть по факту все кто копаются в этом даже там но я это люди которые были реально травмированы там какими-то детскими моментами и которым например выйти на соревнования это уже победа просто выйти или там и не знаю там допустить что ты там куда-то продвинешься там по спорту это уже там какая-то серьезное достижение мне очень не что не нравится я не знаю это какая-то российская тема русская тема ли это повсеместно и что вот это именно отношения не знаю я не хочу говорить ни про кого кто вышел снова не что-то проиграла что там фу и не хорошо то есть я поддерживаю себе о том что вот наш любительский спорт вот человек вышел на основании он принципе уже молодец что он вышел ну как бы и дальше мне не очень хочется оценивать степени его не знаю как тебе сказать классности потому выиграл он или нет то есть мне очень нравится эта история о том что люди за спиной друг у друга говорят что кто-то там не борется на свой пояс обычно это не такие выражения он не борется на свой пояс обычно это гораздо более грубого надо я могу сказать что я считаю что какой-то человек не борется на свой пояс да ну его пояс довольно слабый но обычно это такое очень эмоционально окрашенная как бы какое-то негативное высказывание опять же я буду возвращать к тому что это тоже опять же вся игра и кто-то борется на свой пояс на ему дали пояс ну грубо говоря по заслугам него он чемпион там россии там еще чего-то а кому-то дали пояс например он стабильно посещает тренировки ему дали пояс и это его заставляет как-то соответствовать этому поясу то является для него мотивацией например и говорите ну то есть что человек он не заслужил пояс ну все в жизни заслуженно все в жизни сложно получил знать заслуженно кто-то ему дал его значит акса по ли карты не знаю кто-то ну у меня вот ощущение что люди которые ну как тебе сказать такие высказывания какого-то других людей делать это опять же какая-то проекция это вот его проблемы но я там да 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 это твои представления реальность она другая если ты слышишь про себя что кто-то про тебя сказал что ты там фу бог говоришь там не умеешь и вообще почему он направил этот пояс ему надо не воспринимать как это на свой счет да это проблема тех людей которые так говорят да если вам дали пояс если вы ездите на соревнования то вы чем да даже если не ездят стремитесь да если вам просто дали пояс вы занимаетесь понимаешь вот человеку дали пояс например коричневый пояс ну к примеру да он вообще на соревнования не ездил просто там борется для себя и не борется по уровню спорта на коричневый пояс но например он там я не знаю помог открыть зал и благодаря его его существованию какие-то детки там или кто-то там еще имеет возможность тренироваться это вклад это вклад так что ну все так очень как говорят у нас неоднозначно вот поэтому я считаю что в общем не мы просто в общем хотелось бы чтобы люди были чуть добрее к другому да и ну не знаю ладно можно не радоваться там за успехи других людей окей но не говорить что кто-то где-то проиграл и фу там это же и завтра ты выйдешь на словами и проиграешь будучи коричневый какой-нибудь синюю посту не дай бог и потом все будут за твоей спиной говорить ну кстати поэтому много черных поясов и не борются и не борются да потому что от тебя уже какие-то ожидания есть человек который вчера не выспался потом что-то там случилось он вышел и какой-то момент ну просто ну даже не подготовился просто к сладки проиграл я свожу потому что многие не выступают на сервале я думал что ты его легко разберешь ты не думал ты молодец ты такой вот так вот на если ты думал но если молодец это это получается он смотрел на мир через свою призму понимаешь а есть реальность а реальность вот такая была что вот он вышел и там кто кого-то он не разобрал а разобрали его вот этим соревнования в общем-то интересно всякими интересными как называть когда андердог я не знаю ну вот это вот апсет апсет да апсетами тем что иногда люди показывают какой-то другой уровень борьбы на существенно неожиданные вещи поэтому пересмотреть если мы смотрели соревнований в которых мы точно знали что сейчас все черные пояса выиграют всех а вот этот черный пояс который занимает нас лет сто процентов выиграть такого кто восемь лет занимается было вообще интересно зачем нам тогда нужно это соревнование и зачем туда выходить кстати про поражение я вот считаю что поражение даже больше учит нас чем победы потому что когда ты проигрываешь ты задаешь себе вопрос всегда ставит ну тот кто хочет развиваться он всегда думает почему там я не подготовил там не настроился или там я должен был делать вот этот прием а я там пересидел и начал его делать поздно ну то есть анализирует анализ анализ даст она делается анализ и всегда анализ дает возможно дает возможность совершенствовать а когда ты побеждаешь это как я чувствую и находишься в эйфории и тебе не нужно анализ делать ты просто я лучше я лучше и поэтому смысл мне нужно просто продолжать делать то же самое например а обычно поражение единственное знаешь я иногда выиграла людей которые я думал что я проиграла да и потом вот тогда у меня тоже я начинаю думать блин а как это так у меня получилось и ты таким образом может вышли свои положительные стороны да да блин а вот это хорошо да 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 еще немножечко это докрутить вот так тоже хорошо да да вот давай сделаем итогов вывод заключается в том что нужно ну не нужно было бы неплохо если бы все на тренировках старались пробовать что-то новое без страха проигрыша также бы относились бы к соревнованиям не возлагали на себя лишнего груза ответственности которая идет опять же вот от этого же эго которое постоянно хочет чтобы ты был только первым вот и ну как то вот в эту сторону двинулись это было бы и это было бы полезно не даже не для джиу-джитсу а вообще для общества просто то есть это бы и у тебя как для личности на не только взборозно на на то есть это вообще принципе даже не про джиу-джитсу это про то как ты относишься к неудачам или каким-то вот моментом когда с которой и как-то месяц сдаешься ли ты сразу после первого и там когда-то неудачи или нет да вот об этом то есть по факту все мы победители уже ну по-своему да по-своему поэтому на своем пути да 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 выиграешь ли ты себя да и если ты стал лучше например ты тренируешься ты вот стал лучше там за год реально стал лучше бороться например все ты уже победил для себя ты лучший не нужно себя сравнивать там а там ваня там он стал три раза рок-н-роллингу его примеру а я а я на рок-н-роллинге там или там третьим постоянно становлюсь то есть это не нужно сравнить нужно смотреть на свой ну процесс если у тебя реально улучшается борьба или ты по-другому начинаешь смотреть на жизненные обстоятельства значит ты стал лучше и для себя ты уже победил и вот этот момент нужно отмечать уметь отмечать если ты умеешь отмечать этот момент то и твоя самооценка и в борьбе и вообще принципа жизни она вырастет вот независимости от того как ты будешь бороться на соревнованиях или будешь ты на них вообще бороться скажи а вот по поводу кстати как ты считаешь если вообще ну я считаю что есть потому что это просто неизбежно неизбежно я думаю что это только вот зарождается мне кажется не будет зарождаться я буду стоять у истоков просто я просто буду стоять я просто был момент короче я записался на какой-то форум который проходил связан со спортом психологически я думаю сейчас я вот зайду туда все российские я думаю что там ну что-то будет прям полезно я просто захожу а там короче ну все очень много умных слов я понимаю что вот ни один человек который это все рассказывает он в принципе к спорту но отношение не имеет вообще я такой думаю да 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 и это ну не нету каких-то рабочих там вот как ты говоришь там а есть какой-то советами или практика просто какой-то набор слов и ты слушаешь и думаешь дай кому это вовсе нужно вот и в россии просто еще такой ну менталитет что но у нас с психологами да вот я только последнее время начинаю слышать о том что люди не стесняются они ходят к психологу что они ходят на типа чемпион как может ходить психологу ты чё в россии типа это я знаю что ходят я не буду называть имена но мне говорили не ну пару я говорю что это очень ну очень узенько так пока что я узенько да я тебе так скажу мне кажется что там лет пять назад было вообще как бы это нельзя было а сейчас все таки люди потихонечку как-то прочухиваются потому что это общее образование происходит то есть общий фон образования понимаешь то есть через пять лет будет он еще выше то есть сейчас вот люди обычные там они уже знают что есть там психология есть какой-то эго там раньше об этом вообще никто не знал понимаешь есть знают да 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 там всякие ртп там знаешь там эту систему раньше об этом никто общий уровень образования растет идет эволюция просто наша и это просто неизбежно я тоже думаю непонятно пока непонятно в каком более если если хотят конкурировать на высоком уровне потому что психология спортивная это не только про победы вот это про правильный подход к соревнованиям про эмоциональное состояние перед соревнованиями даже просто в период когда например ты у тебя соревнований ближайших нету но тебе нужно тренироваться это тоже определенная работа должна происходить если это мы берем профессиональный спорт вот поэтому это очень важный момент но не зря все футбольная команда них есть да 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 ну потому что это стоит денег еще денег любительский спорте получается что я должна помимо того что я там трачусь и покупайся дорогие геи и трачу но опять это уже тут каждый сам может решать это вклад себя и я думаю что либо если так помечтать то команда 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 ну да нет свой психолог который будет работать спортсменами так в идеале да но я считаю я считаю чисто мое мнение что спортивная психология это тоже очень узко и на самом деле она будет переплетать да и всегда это лишь личная короче ну просто да да это не про спорт точно вот не все вот эти страхи выступали там не про спорт это не про спорт просто как бы если ты еще и находишься спорте да легче понять да 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 ну то есть ты более узко можешь смотреть и работать на результат именно в спорте вот то сделать пользу только для того чтобы там был результат а по факту глубина всех этих проблем она лежит не в общении спорте и как у всех людей короче в детстве травмы там и так далее там подобное вещь